Значимым событием для жителей территориального управления Рыболовская стал выездной прием Раменской администрации. На него записалось более 30 человек, поэтому в фойе культурно-досугового центра, куда приехал глава округа и его заместители, было тесно. Вопросы, требующие решения, касались подключения нового светофора, водоснабжения, ремонта дорог и тротуаров, получения льготных лекарств. Пенсионерка Мария Васильевна Баранова приехала из деревни Никулино и выступила как представитель целой группы жителей. Выписывали нам лекарства в Юрово, и получали мы когда в Юрово, а когда в других аптеках. Вот ездили по району, в этот раз я лекарства получила только с третьего раза. Была в Раменской аптеке, в Бронецкой аптеке, и позавчера только в Удильной получила. Но это очень неудобно. Но изменилась выписка лекарств. Теперь мы не в Юрово едем выписывать, а нам выписывает наш фельдшер. Это очень хорошо. Решение вопроса наполовину, но хорошо. Мы хотели бы, чтобы она нам не только выписывала, но мы их и получали у себя в медпункте. Вопрос Марии Васильевны обещали решить в ближайшее время. Однако в ходе приема выявились и более масштабные задачи, которые требуют времени для их реализации. Особенно, если это связано с работой таких профильных организаций, как, например, Водоканал или МОЗ Автодор. Татьяна Журавлева из села Татаринцево приехала именно с такой проблемой. Необходимо сделать остановочный пункт и тротуар на трассе регионального подчинения. Там не хватает одной остановочки. Ее обязательно нам нужно построить, поставить для тех целей, что дети ходят от одного остановочного пункта до другого практически 3 километра. И они идут по дороге? И они идут, да, по проезжей части дороги, так как нет тротуаров. А сейчас у нас движение настолько стало большое, что в нашем селе, не только в нашем селе, а есть и ДНТ, и СНТ, все больше, больше, больше машин, больше жителей. И поэтому там должны быть лежачие полицейские, и водитель должен соблюдать скоростной режим. Николай Ханин и специалисты Раменской администрации подробно выяснили нюансы каждой проблемы. В результате все обращения жителей взяты на карандаш, а заместители главы округа получили четкие поручения и сроки их выполнения. Будем стараться помогать всем. Вы видели, были и массовые обращения, были и частные обращения. Но характерно следующее, что наше Подмосковье активно очень развивается. И требуется такое же активное развитие и транспортной инфраструктуры, и автобусных павильонов, и тротуаров. И с этими вопросами обращаются жители. Мы, конечно же, стараемся помогать, будем писать запросы и просить поддержки у наших коллег из Министерства и ведомств. То, что можем сделать, и то, что находится в нашей зоне ответственности, конечно же, будем решать как можно скорее. Жители справедливо требуют перемен, и будем стараться соответствовать этим запросам. Екатерина Бобровская, Андрей Пластунов и Алла Гришина. Раменское телевидение.